Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Стэп Волх. Сейчас я нахожусь в одной из самых легендарных и известных подвальных систем Москвы, которая получила свое название Аквазия. Эта подвальная система имеет выходы как минимум под два здания, имеет очень большую притяженность и самое главное это ее возраст. Система расположена под зданиями купеческого подворья, построенными в период с 1844 по 1854 годы. Но, как я уже рассказывал раньше в видео об исторических подвальных системах в центре Москвы, часто бывает, что подвалы намного старше зданий, разведенных одними. Так оказалось и Аквазия. Возраст этих подвалов точно не установлен, но в большинстве источников он датируется концом 17-го, началом 18-го столетия. Насколько это верно, сказать сложно. Однако, можно предположить, что подвалы на век полтора старше купеческого подворья. Десять лет назад в этих подвалах или в подвалах соседнего здания было найдено массовое захоронение. Эти фотографии сделаны следственной бригадой в самом центре Москвы, в подвале дома на Никольской улице. Черепа и кости 34 человек. Страшную находку обнаружили строители, которые ведут реконструкцию здания. Информация, озвученная прессой, была противоречива. Сначала говорилось о 34-х останках, позднее их количество возросло до 81-го. Такая же путаница была и с адресом. В итоговой версии было озвучено, что останкам более 200 лет, и захоронены они тогда были на церковном кладбище, которое действительно там располагалось ранее. Интересно, что одно из ответвлений подвала, располагавшееся под зданием, которое было снесено во второй плане 20-го века, является ровесником купеческого подворья и значительно моложе подвалов под основными зданиями. В системе горит рабочее освещение здания, которые находятся над ней сейчас на реконструкции. Осуществование аквазии в среде увлекающихся индустриальным туризмом стало известно ориентировочно в 2011 году. И с тех пор эта система стала одной из самых популярных, благодаря своей красоте, значительным размерам и отличной сохранности. Протяженность системы составляет около 150 метров. В 1980-х годах в этих подвалах находился цех по розливу угла. По рассказам людей, работавших в соседних зданиях, из небольших окон, располагавшихся под потолком подвала, доносились звуки стеклянных бутылок, продвигающихся по конвейеру, и был ощутим сильный запах крепленных веков. Очевидно, часть этого производства и сохранилась в одном из ответвлений подвала, которое я поначалу принял за складские помещения магазина. В основных подвалах почти все оборудование, которое раньше здесь располагалось, было демонтировано. Здесь можно видеть слуховые окна, уходящие наверх на улицу, и даже можно отчетливо различать шаги и голоса людей, проходящих по мостовой наверху. В одном из участков системы находится кирпичная кладка, сложенная в виде круга, и можно предположить, что тогда-то здесь был колодец. Часть системы не освещена, и мы сейчас отправимся туда. Как я уже говорил, здесь есть как минимум два ответвления, которые уходят под соседние здания. Вот одно из них. Туда мы отправимся позже, а пока наш подлежит вперед в темноту старинных подвалов. Здесь мы можем видеть такую же архитектуру. Вот здесь в одном из ответвлений подвала сохранилось какое-то старое оборудование. Похоже на циркулярную пилу. Наложим ли здесь коммуникации, проложенные под потолком, естественно, это уже современные коммуникации. Трубы, водоснабжение и канализации. Вот здесь вот мы подошли еще к одному месту, где сохранилась система, скажем так, жизнеобеспечения этого здания. Очевидно, там было что-то типа расширительного бака, связанного с отоплением или с водопроводом. Сейчас тяжело сказать, но вот такая конструкция осталась. Она сейчас, скорее всего, не используется. А вот здесь мы можем видеть систему вентиляции и очевидное отопление. Здесь сохранились радиаторы, правда в ужасном состоянии. И такой вот циклон. А здесь когда-то был наклонный ход. И можно было выйти на улицу. Но сейчас он заложен современными бетонными плитами. Ну а теперь мы отправимся в другую часть подвальной системы, которая уходит уже под соседнее здание. Здесь мы можем видеть помещение, выложенное плиткой. И очень популярным в советское время стеклом полупрозрачным, которое позволяло сохранять, пропускать частично освещение в соседние помещения. Хотя обычно такие решения применялись там, где поступал дневной естественный свет. Не совсем понятно, зачем здесь сделано это. Здесь приходится идти, пригнувшись, потому что надо мной проходят инженерные коммуникации этого здания. И вот, кстати, интересный момент. Здесь мы можем видеть санузел в виде очка, зачем-то сделанный на таком пьедестале. Наверное, чтобы справляющим свою нужду сотрудникам этого магазина было комфортнее. Я еще не сказал то, что, скорее всего, в этой части подвальной системы под этим зданием располагались подвалы, которые относились к магазинам, находящимся наверху. Здесь явно были склады. Вот здесь часть подвала перегорожена. Очень похоже, что эта решетка стоит здесь еще с советских времен. И вот здесь специально сделан такое окошко, через которое подавали что-то грузчики, например, грузчики магазина подавали что-то продавцам. И здесь даже подобие, наверное, какой-то тележки тяжело сейчас предположить, потому что очень маленькая, маленького размера вот эта вот пангус. Вот еще одно из ответвлений антипоградной системы. И здесь когда-то находился ленточный транспортер, который, скорее всего, тоже относился к этому магазину, к этим магазинам, которые были расположены на первом этаже здания. Сейчас это, естественно, все заржавело, пришло в полную негодность. Вот эта решетка, очень похоже, тоже стоит здесь с советских времен, со времен, когда наверху располагались продовольственные или какие-то промотовальные магазины. Мне интересно, вот эти вот выглядели сделаны здесь для того, чтобы предотвратить обрушение, скорее всего, плитки, оставшиеся еще в советских временах, либо здесь сами своды подвала уже аварийные. Все-таки совершенно необычное ощущение, когда оказываешься в таких местах, то есть реально можно прикоснуться к истории, чувствуешь... Ну и в последние буквально секунды съемки было видно, как камера резко держится вниз, и мы бежим. А перед этим на заднем плане, если внимательно присмотреться, я выведу это на повторе, было видно, как внутрь системы вошли иллюзии с фонарями, и тоже очень быстрым шагом направились в нашу сторону. Но мы успели покинуть систему без каких-либо проблем. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего самого наилучшего. С вами был канал Андерланд и его ведущий Степов. Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Подписывайтесь, кто этого не успел сделать, и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok